Итак, это наконец произошло. Саудовская Аравия выходит из Петродоллара, глобальная смена финансовой парадигмы. Финансовый мир готовится к серьезным потрясениям из-за решения Саудовской Аравии не продлеть. Истекающий 9 июня, в воскресенье, полувековой договор с Соединенными Штатами по Петродоллару. И хоть я и постоянно говорю про Петродоллар, но никто больше о нем не упоминает. Но ведь именно из-за него у нас такие близкие отношения с Саудовской Аравией. Именно из-за него мы и участвовали во всех этих войнах, особенно в Йемене. И вот тот, кто все объяснит. Это Марин Кауфуса, не знаю, как это правильно произносится, Катуса. Он автор книги «Война еще холоднее», как Америка упустила из рук мировую торговлю энергоресурсами. Сейчас он вам за пару минут объяснит все гораздо лучше меня. Петродоллар — это инструмент, созданный Киссинджером и Никсоном. Уровень жизни всех американцев начинается здесь, в богатой нефтью пустыне Саудовской Аравии. В начале 70-х, после того начала арабского кризиса и нефтяного эмбарго, ОПЕК, по сути, утроила цену на нефть для западного мира. И в тот момент Америка поняла свою уязвимость, так как она импортировала около 70% всей потребляемой ей нефти. Для того, чтобы сохранить постоянный внешний источник нефти, президент США Ричард Никсон отправил своего госсекретаря и советника по госбезопасности Генри Киссинджера в Саудовскую Аравию на секретную встречу. Результатом стал пакт, действующий и поныне. Если Саудовская Аравия, мировой лидер по добыче нефти, будет продавать нефть за доллары США, то Америка будет защищать Саудовскую Аравию и поможет клану саудитов оставаться у власти. После заключения этого пакта между США и Саудитами, всем остальным странам-нефтедобытчикам пришлось использовать доллар как средство расчета при торговле. Спрос на доллар вырос по всему миру экспоненциально, и вскоре он начал называться Петродолларом. Сила вашей валюты зависит от спроса, это общее правило спроса и предложения. Чем же важен Петродоллар? Он создает спрос на доллар США. Многие американцы даже не знают, что более 70% 100-долларовых купюр в мире находятся за пределами США. В России находится таких банкнот больше, чем в Америке. Странам по всему миру нужны такие запасы долларов в США, так как нефть продается и покупается за зеленые бумажки. Если нефть начнет торговаться не за Петродоллары, а за золото или другие валюты, или если Китай и Россия станут торговать за юани и рубли, а не за доллары США, то спрос резко снизится, и образ жизни среднего американца придет к концу. Это будет даже хуже, чем Великая депрессия. Те, кто потенциально могли угрожать статусу Петродоллара, кончали не очень хорошо. Ливийский лидер Муаммар Каддафи открыто продвигал панафриканскую, обеспеченную золотом валюту, за которую он бы продавал ливийскую нефть. Он был убит в 11-м году во время революции, устроенной американцами. За несколько лет до этого иракский диктатор Саддам Хусейн предлагал продавать нефть за евро. На данный момент американские и союзнические войска начинают военную операцию по разоружению Ирака. США вторглись, прикрываясь поисками оружия массового поражения. У Ирака не было оружия массового поражения. И что самое интересное, что после того, как американцы вошли, захватили страну и поставили свое правительство, идея о том, чтобы продавать нефть за евро, более никогда не озвучивалась. Сегодня многим странам не нравится система Петродоллара. И громче всего об этом говорит никто иной, как президент России Владимир Путин. Американцы должны быть очень обеспокоены Владимиром Путиным. Может начаться новая холодная война, и она будет еще холоднее, и именно это и происходит. И кто в центре всего этого? Владимир Путин. И Петродоллар жизненно важен для этой войны. Единственная вещь, которая удерживает Америку в лидерах, это Петродоллар. И позвольте мне сказать без обиняков. Если Петродоллар умрет, то умрет и Америка как сверхдержава. Итак, это происходит. И да, это не произойдет мгновенно. Любопытные данные, да? 70% 100-долларовых купюр за пределами Соединенных Штатов. В России больше этих купюр, чем в Соединенных Штатах. Так что все страны торгуют, используя доллар. Но это заканчивается. Вот что такое БРИКС. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. И я слышал, что даже Турция хочет присоединиться к БРИКС. Я слышал также, что около 80 стран хотят присоединиться к БРИКС. Так, доллар США больше не будет мировой резервной валютой. И это произойдет не за один день. Но это происходит. Это произойдет, может, за 10 лет. Это будет происходить постепенно, а не сразу. Но Саудовская Аравия уже начала продавать Китаю золото не за американские доллары. А вот еще. Судьбоносно. И, кстати, эта новость должна была быть на первой полосе всех газет. Они должны были говорить на всех каналах. Но о ней все молчат. На CNBC не звука об этом. И неудивительно, ведь вам об этой системе никто и не рассказывал. Никто вам не объяснил, что именно так сильно поддерживает доллар США. Они никогда не упоминали о Петродолларе. Точно так же, как они никогда не говорили об истинной причине войны на Украине или войны в Сирии, истинной причине войны в Ираке, истинной причине войны в Ливии, истинной причине 20-летней оккупации Афганистана, они никогда не говорят об истинной подоплеке. И когда они начнут рассказывать вам про эту ситуацию, то не расскажут про ее истинную подоплеку. Судьбоносное решение о непролонгации соглашения позволяет Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары за различные валюты Различные валюты, включая китайский женьминьби, евро, йены и юани, а не только за доллары США Также возможны использования и цифровых валют вроде биткоина Это все еще и биткоину поможет Это решение означает существенный отход от системы Петродоллара, установленной в 1972 году Когда США отвязали свою валюту от золота И читая это, мне все легче становится на душе От того, что я откладываю свои сбережения в драгоценные металлы, в золото Да, не все свои сбережения, но значительную часть В золото И на душе прям легче Когда США отвязали свою валюту от золота, ожидается, что это приведет к ускорению мирового отхода от доллара Я также отложил кое-что и в биткоине Биткоин Биткоин, золото, что там еще Я также прикупил немного облигаций Так как по ним сейчас платят Я бы еще инвестировала в бомбы Бомбы? Бомбы А, да? Да Недавно Саудовская Аравия Она хочет сделать это Мы рассказывали вам о недовольных этим африканских странах Они говорили, что когда я хочу торговать с другой африканской страной То я должен взять свою валюту, обменять ее на американские доллары И только потом мы можем торговать Нам надо прекратить все это Именно это и хотел сделать Муаммар Каддафи Он хотел обеспеченную золотом африканскую валюту Что явилось причиной того, почему они его убили и устроили госпереворот Именно об этом здесь и говорится Они говорят о создании экономической системы, которая составит конкуренцию доллару Так что люди смогут торговать друг с другом без того, чтобы... Что также даст им... Без того, чтобы менять свои деньги на доллары Доллары США Нынешняя система также позволяет Соединенным Штатам использовать доллар как оружие Поэтому мы и можем налагать на всех санкции Что нам, кстати, не стоило бы делать, так как это заставляет людей выходить из доллара Именно это и происходит Что в итоге повредит доллару Повредит нашей экономике и нашему населению А проект уже набрал 26 участников, включая Резервный банк Южной Африки Который был допущен к проекту в этом месяце Проект Эмбридж стал результатом начавшегося в 2021 году широкого взаимодействия между... Это все началось из-за неоконов Они говорили, что все будет делать Трамп, но это сделал не Трамп Трамп Это сделал Байден Это все неоконы и администрация Байдена Байден сам ничего не делает, он даже подтереться сам не может Но эти люди, неоконы в администрации Байдена Это они делают Именно они начали все эти войны Поэтому так глупо выглядит, когда люди такие О, я теперь за Байден, он вышел из Афганистана Мы слышали, как это говорил это Барби Смалибу, Кайл Калинский, этот пустоголовый болван Но тогда сразу же возник вопрос Когда Джо Байден вышел из Афганистана, возник вопрос Что мы будем делать с теми деньгами, которые мы тратили на Афганистан? Он ведь не сказал, что собирается эти деньги инвестировать в нас Нет, нет, у них уже была подготовлена следующая война Я говорил, что у них уже готова следующая война Так и получилось Это война на Украине А продолжаете бесконечные войны Постоянно говоря, они сейчас наложили еще санкции на Россию Это уже не работает Наоборот И все, что они говорили, сделает Дональд Трамп как президент И даже наш старый друг, Саудовская Аравия, пошла против нас И стала сближаться с Россией, с Китаем БРИКС, Южная Африка, Индия Именно поэтому мы не должны Вот в чем конкретно проблема с неаконами А неаконы руководят Демократической партией и Республиканской партией Проект Эмбридж стал результатом начавшегося в 2021 году Широкого взаимодействия между Центром инновации БИАЭС Банком Таиланда Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов Института цифровых валют Народного банка Китая И монетарными властями Гонконга В 2022 году была проведена первая подобная транзакция С тех пор команда проекта Эмбридж пыталась довести платформу-прототип до уровня минимально жизнеспособного продукта MVP Этот уровень уже достигнут Так как стадия MVP уже достигнута, то проект Эмбридж теперь приглашает фирмы из частного сектора Предлагать новые решения и пользоваться продуктом, что поможет развитию и демонстрации всего потенциала этой платформы Итак, что по этому поводу говорит Дэн Уиппл? Дэн Уиппл говорит, что просуществовавшее 50 лет соглашение Саудовской Аравии по Петродоллару Вчера не было пролонгировано Это финансовые события огромных масштабов, но в CNBC ничего об этом не сказано Преимущество, которое было у США с 1974 года, было спущено на триллионы напечатанного долга Так что это было вполне ожидаемо Истеричные хотелки нынешней администрации по конфискации российских активов И лишение доступа к банковской системе SWIFT, чего мы и лишили Россию, только ускорило этот процесс Показав всему миру наши истинные намерения И очевидно, что другие страны быстро поняли, что идея по перестраховке и диверсификации размещения своих активов Это вполне здравая идея Это был сигнал И страны к нему прислушаются Может быть, на это потребуется 10 лет Но доминированию доллара США Конец И никто не говорит об этом Об этом никто не говорит даже в Твиттере, ну, кроме этого парня, Дэна Уитла Ну, еще и мы говорим об этом Итак, Саудовская Аравия... Я вот что скажу Это последнее спасибо от... Саудитов с Соединенным Штатом Ведь это мы помогали им морить голодом и... С... сжигать на народ Йемена И вот их благодарность Да, вот кто помогал устраивать геноцид в Йемене Мы помогали устраивать геноцид в Йемене, а теперь... И в Газе Мы прекрасная страна Гляньте на это Это 29 марта Взгляды Мухаммада бин Салмана на Петроуан... Петроюань Петроюань Не Петродолл А Петроюань при торговле нефтью с Китаем Они выглядят счастливыми, разве нет? Жаль, что их страны не хотят вести себя лучше, чем Соединенные Штаты Они просто хотят стать нами И вот гляньте на это Да, это Путин, ага, а вот и Саудовская Аравия Они лучшие друзья Смелый эксперт написал Если бы это случилось при Трампе, то СМИ вешали бы, что он уничтожил Америку Никаких сомнений в этом Что ж, на этом все Вот вам новость Мало кто о ней расскажет Мы вот рассказали Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь говорил о Петро Долларе Когда я говорил об этом Я помню, когда говорил об этом с гостями То они такие Никогда не слушал о Петро Долларе Не слышали о том На чем стоит наш доллар И на чем крепится Не знаю, как правильно это сказать То, на чем держится наша экономика и наш доллар И никто об этом ничего не слышал Даже разговоров об этом Это произошло в субботу, а сегодня уже среда Вы где-нибудь видели заголовки об этом или обсуждение этого? Я нет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok